Всем привет! Вы на канале Наша Жизнь Фамилии, New Life is My Life, на вашем любимом магазинном канале, а мы автоматически перенеслись в Smart and Final. Как мы вам уже ранее говорили, нам надо докупить пару стратегических продуктов, типа помидорок пару закупить, пару этих самых, вон, около весов, горячительных напитков типа соса соло и картошку. Начинаем с помидоров. В общем, у нас в генеральном плане произошли изменения. Мы как-то тут толпу создали. Вернее, нам создали толпу, мы не можем пройти. Да, тут какое-то движение в Smart and Final вообще по полной программе. Прямо надо регулировщика стать. Короче, мы решили, что в связи с тем, что я поеду мыть машину, потому что завтра на работу еду, а она немножко запыленная, мы поедем заскочим еще в Sam's Club. Мы еще и заправим забыли на нашей бизнес-центре, поэтому нам по-любому туда надо ехать, заправляться. И поэтому мы решили взять вот такие яблоки. Сейчас я покажу. Зайка красненький. В общем, мы берем вот такие. У нас дети больше любят вот эти вот светленькие. Они называются Дала Эпплс по 98 центру. А я люблю, зайка мне болеть. Получилось. Я там наговорил из-за того, что движение и с тачкой никак не пройти. В общем, мы поедем в Sam's Club, во-первых, потому что мне надо помыть машину. Завтра я еду на работу. Блин, так светится солнце. А мы идем на... А вы идете на Салюту. На фейерверк. Вот. Так, продолжим через несколько секунд. Продолжение следует... Поэтому, в связи с тем, что машина не помыта, не заправлена, мы по-любасу поедем туда, где Коска и Sam's Club, и значит по-любасу зайдем и купим там все, что нам надо. Вот. А здесь берем картофан. Берем, короче, вот такой картофан. Это 5,69 у нас. И я, наверное, возьму его, чтобы он самый замороженный был. Один пакетик. И сейчас пойдем еще нам надо зацепить Сососолу. Вкус Победы. И, наверное, все тогда в этом магазине? Или как-то мы... Да. Да. Раз что-то... Блин, тут такое движение сегодня в Sam's Club, в этом Smart and Final. Прямо все на тачках гоняют. Какой-то свет они включили, все какое-то белое получается. Прямо засвечивает. Ну, по-другому я снять не могу, извините. В общем, что-то тут творится сегодня. В общем, Маришка выдвинула гениальную идею. Очень гениальную. Завтра праздник, поэтому сегодня все, как оголтелые, бегают с тележками и скупают продукты, чтобы завтра с утра начать праздновать праздник не за пустым столом. Так. Шашлык. Спасибо. Идем с Сашки брать шашлык. Для тех, кто не видел наше раннее видео, вот что такое шашлык. Это бекон, который может быть на яблочных дровах. Опять на яблочных дровах. Почему он лежит в одном? Потому что кто-то напустил. Здесь он, вот видите, по-другому. Хартфорд-мок. На жестких дровах. А это типа оригинальный. Какой берем? Копченок. Берем копченый. Здесь его 5 лб, 2 килограмма 270 грамм. И вот такая вот цена будет для упаковышки. И еще мы зашли в сладкий отдел. Купили вот такие печеньюхи. И купили медвежьи лапки. Смотрите обзор в более ранних влогах. Медвежьи лапки это обалденно. Давай расскажем, почему бекон это шашлык. Бекон это, кстати, я считаю, самая такая чистая американская еда. Как их вот, как бургер и как кока-кола. Потому что, ну не в каждом американском фильме, но очень часто в американских фильмах его жарят. В общем, вот, о, камера потеет от пара. В общем, в итоге получается вот такая красота. Сейчас я буду снимать и вложить новую партию. Запах обалденный, как с мангалом. И его часто здесь, ну, наверное, любят его здесь кушать. И, в общем, поэтому, ну, в общем, я так считаю сам для себя. Кто считает не так, считайте, как хотите. А почему Сашка называет его шашлык, расскажи. Ну, потому что... Ну, мы ему здесь вместо сала всадим. Да. Потому что он дома ел шашлык, ну, мы держали кабанчиков. И, в общем, ну, он не просто сала ел, он ел, ну, мы делали здесь шашлыки. А здесь шашлыка у нас не было. И мы ему так, ну, чтобы он покушал, взяли, обжарили этот бекончик. Получается похожий вкус, запах. И, в общем, он его забеконил. Так, ладно, берем стратегические... Осторожно, зайка, чтобы я тебе все ноги не отдаю. Стратегические напитки. Это будет сегодня либо квепси, либо кола. Пойдем мы колу глянем еще. Наверное, сегодня мне кажется, что это будет пепси. Что-то мне подсказывает. Так, в общем, сегодня мы берем вот такие напитки. Это будет пепси, это будет какой-то скерт. И что, сыванап будет или нет? Будет, да. Короче, 4 упаковки за 10. Сейчас мы что-то в тачку тянем и вам покажем. Будет сыванап. А, нам сыванап. Да, сюда идем. В общем, как говорится, в споре рождается истина. Мы долго решали, что взять. И решили не брать колу, потому что кола – это просто кола. А дети у нас еще любят всякие цветастые. И поэтому мы взяли вот так вот там пепси. Потом какой-то... Синкист. Синкист-торож. Ну, короче, это одна компания, да. Он апельсиновый. Сашка любит апельсиновый. А старший... Катаринка любит сыванап, поэтому... Да, ей взяли сыванап. А Антошка любит пепси. Ну и мы за пепси подтянемся. В общем, каждый получит то, что хотел. Все, идем на кассу. В общем, приносим глубочайшие извинения, если это видео получилось каким-то засвеченным, подсвеченным и... Сегодня смотришь, чтобы потратиться на электричество. Да, и сильно бегающим телефоном, потому что, ну, сегодня просто вот покупатели в магазине, как муравьев, все бегают... Все бегают с тачками, все бегают... Ну, вот так вот, короче, нам говорить, а там тачкам езжать. Все бегают хаотично, просто вот... Ну, обычно как-то люди движутся в одном направлении, там, типа, правостороннее движение, левостороннее. Сегодня оно никакое движение, все друг к другу навстречу, все с тачками, все нагружены, все что-то это самое, непонятно, что, куда, почем, хоккей с мячом. И, в общем, я сам вижу, что у меня и камера бегала туда-сюда, и свет все время тот с потолка, тот с окна попадал. Поэтому в результате у нас получилось 51 доллар, это значит, у нас напитки получились 10 долларов в 4 упаковки, плюс к ним налог. Потом шашлык, 23 доллара упаковка. Ну, какие-то... Ой, блин. И тачка еще запряла. Она стала на тормоз? Запряла, она, наверное, не может, дальше... А, короче, еще... Нет, она... Да. И все, и тачка стала на тормоз. Короче, тачки снабжены... Сейчас я покажу. В общем, тачки снабжены блютузами или вай-фаями, и они блокируются автоматически, видите, на кондиционерах у нее блокиратор стоит, когда отъезжаешь от магазина на определенное расстояние, она блокируется. Но факт в том, что вот машина, мы даже со стоянки не выехали. Маришка пытается вернуть в зону действия, прямо как на боевую горячую точку, блин, говорит, заработает или нет. Но на самом деле она не пытается заработать, и такое было. Мы, кстати, в Волмарте, когда первый раз с этим познакомились, пытались ее перетолкать, тоже она встала на тормоз, пытались затолкать, и она не пошла. Все. Сколько? Семься, или пятьдесят? Пятьдесят один. Пятьдесят один. В общем, мы затарились, и еще сегодня поедем в Сэмс Клаб, потому что поедем в Сэмс Клаб, потому что поедем в Сэмс Клаб, как я вам раньше рассказал. Все, увидимся в новом видео. Пока-пока. Хорошее настроение. Как там? Берегите себя. Ты не волна. Тогда ты говори. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода. Продолжение следует...